привет друзья у нас мартовский обзор портфелей у нас будут здесь и монеты и карточки магии и виски и новый огромный конструктор лего ну а самое главное это сказать у нас будет замечательный спонсор это платформа jet land платформа для кредитования малая бизнеса естественно с лицензии центробанка зарегистрированная сколково джетлен помогает бизнесу найти средства для развития а инвесторам повысить доходность и диверсифицировать портфель оценка к лиц способности заемщика происходит по множеству параметров очень быстро с помощью искусственного интеллекта при этом алгоритм постоянно улучшается главное преимущество платформы jet land это низкий процент банкротств за весь срок существования платформе он уже и декабре был низкий посмотрел там 1,55 процента и в прошлом выпуске я рассказывал что феврале снизился до 1,42 среди марта сейчас снизился еще сильнее всего до 1,3 процента при этом объем выданных займов постоянно растет сейчас он превысил 5 миллиардов рублей даже почти пять с половиной миллиардов а второе мощное преимущество платформы это алгоритм автоинвестированием режим автоматического распределения денег инвесторов в соответствии с вашими настройками диверсификации уровня риска и сроков инвестиций а самое главное что режим автоинвестирования доступен всего лишь от двух тысяч рублей то есть даже 2000 рублей будут автоматически распределены между несколькими заемщиками доходность инвесторов за прошедший год 9 марта до срок 9 марта 23 года составляет 20,12 процента то есть если бы вы вложили год назад миллион рублей вы бы заработали сейчас плюс 201 тысячу регистрируйтесь как инвестор по ссылке получать стабильную доходность и регистрация никакой код вводить не нужно просто переходите по ссылке и получаете дополнительный 5 процентов доходности на первую сумму пополнения сроком на три месяца и ссылка действует всего лишь 7 дней а теперь поехали начинаем из самого главного портфеля это портфельку лежебоки напомню принцип это у нас 10 активов из них часть это металлы часть облигации часть это акции причем акции исключительно российские как раз для того чтобы любой мог повторить этот портфель используя только мозг биржи и любого совершенно брокером хотя ну золотом есть проблема да не все дают золото и серебро купить хотя большинство все-таки дает у нас вложено миллион пятьдесят тысяч рублей и текущий у нас миллион сто двадцать миллион сто тридцать тысяч вот мы 80 заработали это доходность из 15 годовых мы стратегию то считаем по мусс апреля но сейчас я посмотрим более конкретно с каком есть вот вот не 10 активов сбер серебро лукойл золото 4 офз разной дюрации яндекс и газпром кто смотрит постоянно эту рубрику помнит что у нас здесь был норникель что же с ним произошло я его продал вот давайте посмотрим и купил мест него яндекс вот они продажи 7 акций норникель причем то что не 14 14 стоит 1 лот а не так стоит 2000 лот и соответственно неудобно совершенно ребалансировать даже заметьте даже с пополнением 50 или 100 тысяч рублей в месяц совершенно неудобно ребалансировать норникель в портфеле они там грозились уменьшить лот в 10 раз но пока до этого еще далеко думаю хотя может быть в этом году произойдет но не знаю вернем не вернем мне нравится яндекс тоже как актив совершенно нормально и хорошо на трон большую долю в индексе московской бирже имеет поэтому совершенно нормально что и замена все стало только удобнее теперь я хотел посмотреть на его рост так это за год ну вот вот здесь так март март первые в конце апреля значит да я сделал закупки до этого было просто 100 тысяч рублей но еще не год получается прошел нас 11 месяцев прошло ну и портфель вот сами видите не так уж плохо себя показывает если кого-то лучше ну давайте похвастайтесь вашими портфелями которые бы за год показали какую-то нормальную доходность у нас она по крайней мере положительно а это уже что-то да значит ну и и бед у нас меньше но это из-за не за то что облигации по идее но это пока ничего не означает том что у нас и история маленькая всего лишь ну даже меньше года еще раз повторюсь 11 месяцев вот и период был не самый лучший мы смотрим далеко в будущее и посмотрим чтобы с ним через десять лет это самое интересное из дивидендов что там было так а чуть не помню в феврале до феврале были какие дивиденды в марте еще ничего не было давайте посмотрим они где-то был купон это был купон по облигациям это были не дивиденды ну вот они пришли по 13 процентов они налога обложились ну так как у нас четыре разных вида облигаций все овз но разные дюрации и они вот более-менее регулярно к нам будут теперь приходить вот наш так портфель выглядит вот он ровненький красивенький практически здесь вообще ничего не без без перекосов лукойла чуть больше и яндекса чуть чуть меньше но вот при следующем пополнении 50000 рублей в апреле произойдет мы все это поправим пока мне здесь все нравится и повторюсь здесь мы никакие зарубежные активы покупать не планируем будем бороться с инфляцией тем что есть теперь второй наш важный портфель это хули акции инвестиции в акции и здесь у нас самый большой прикол произошел сейчас расскажу подробнее но вот так же вложены миллион пятьдесят тысяч сейчас у нас вышел в плюс миллион восемьдесят это 546 годовых и здесь у нас появились казахские тенге потому что добавился новый чудесный актив это казмонай газ чем интересно что казмонай газ он не торгуется в московской бирже он торгуется на санкт-петербургской бирже и насколько я помню вот как раз да для этого и купил я тенге в тенков инвестициях а потом благодаря великолепным санкциям он торговаться там перестал потому что вообще санк петербургская биржа какие-то ну в общем то показала проблемы и мягко говоря при торговле через тенков и что это означает что там все отморозилось дико тенге у нас есть они по-моему продаются и покупаются без провели насколько хотя надо проверить а вот казмонай газ ни черта не торгуется и кроме того котировки надо вносить вручную я как раз участвует 9 что 20 тысяч ой 9620 тенге он стоит и мы покупали так по 9 800 то есть он у нас припал вот он минус 133 тенге и погодите процент все-таки короче говоря вручную приходится вбивать котировки и лишний раз я убеду хорошо что вот на 24 тысячи рублей я приобрел хорошо что не на полную там одну седьмую долю от портфеля и лишний раз суде убеждаешься что другие активы других стран ну не нужны и конечно они нужны в общем плане стратегическом но у наших брокеров иметь акции зарубежных уважаемых партнеров это просто трэш рано или поздно кто-то нас облапошит не они так мы не мы так они и придет какая-то беда поэтому опять же расширять количество акций хотя изначально я очень хотел и очень хотелось мне и китайские гонконгские биржей и американские европейские японские азиатские короче кучу бирж я хотел сюда и акции добавлять но по-видимому не судьба и здесь я обращу ваше внимание что норникель мы не продаем вот то что здесь яндекс у нас так есть это вновь пока вот 7 акций плюс еще и вот великолепный казманной газ с спб биржи который висит мертвым грузом кстати почему не этом прибыль это видимые все таки дайте когда эти ка посмотрим 396 значит купол его дешевле да давайте проверим попадете сейчас 9 620 а почему тогда оказывается прибыль давайте еще раз так где это сказано то да я чет а нет я не продавал это было как раз на пополнение очередное и где покупка где покупка так русалу койл я опять же вручную отмечал по 9 800 вот они 15 лотов на 147 тысяч деньги куплено а еще же там деньги наверное подрос вот чем дело по отношению к рублю курс деньги вырос и поэтому у нас показывает до в рублях у нас здесь показывает даже рост ничего себе вот это интересно интересный поворот ну и акции у нас хуже чем хуже и хуже боком потому что все выросли не но на будущее конечно акции у нас должны давать больше доходность вот на маленький казман и газ у нас два процента и все остальное примерно поровну я нас чуть меньше никель чуть больше здесь наоборот я никеля сначала купил и сейчас его чуть чуть больше чем наша запланированная доля казман и газом будем думать продать ли вы при первой возможности не продавать возможности это неизвестно когда представится когда там восстановится на тиньков обещает что сейчас мой раз и вам новую управляющую компанию быстренько зарегистрируем дадим доступ вам обратно на спебе биржу но будем будем ждать я думаю что ближайшие месяцы не произойдет в этом году наверное все таки произойдет кстати тогда вопрос продавать тут же это казанная газа ставить не знаю напишите в комментариях что же делать нам с акциями которые не торгуются на московской бирже покупать ли их в этот портфель но я уже начинаю склоняться потому что может быть и не нужно теперь мы поглядим на портфель бухло у нас идет практически вровень с индексом но немножко обгоняет это хорошо ну вот здесь у нас до хороший был период с первого ноября я считаю отчет новой стратегия ну там да я уже говорил что до этого была на этом же самом портфеле просто не хотелось новых плодить была другая стратегия был просто типа индексный такой полу фонд непонятно что и там была какая-то фигня сейчас у нас здесь только реальная алката это магнит белуга пятерочка русагра и брау дюрсо и сейчас мы посмотрим на во-первых вложения вот я 1 марта вносил 10000 рублей вот они за март и сам портфель у нас вложено 280 тысяч а у него 290 тысяч то есть 10 тысяч мы заработали пока вот на эту прибыль мы не смотрим доходность она просто с учетом вот этой старой не очень удачной стратегии хотя ну рано или поздно мы просто вложениями перебьем и все здесь будет уже более как-то справедливо так что по крайней мере вот сейчас наша стратегия на себя оправдывает не постепенно вот по 10 тысяч будем добрасывать так а сделки ходил так начислить да это у нас уже были какие-то дивиденды феврале от белуги пришло посмотрите 1050 рублей ведь как прекрасно и так сделки у нас здесь была да только вот они мартовские покупки белуга русагра как раз всего понемножку купили русагра чуть чуть больше браунди сюда магнит не покупали почему потому что мы его покупали в прошлый раз а там большой лот и он у нас был немножко с перебором так сейчас делаем вот он по и ну сейчас сейчас все красиво ровно но белуга немножко видите 22 процента немножко больше чем 1 5 а магнит чуть чуть меньше потому что ну вот сейчас в апреле на бросим еще суда 10000 и докупим как раз магнитика все будет тогда очень ровно и красиво потому что сами понимаете этом 4000 рублей лот а мы до до вносим всего 10 тысяч из-за этого получается небольшой перекос но со временем это все уйдет а пока портфель меня радует особенно за последние вот эти вот ну собственно сначала новой стратегии с первого ноября и все выглядит очень солидно ну и теперь наш самый боевой портфель это крауд инвестиции невероятный совершенно доходность 21 процент годовых сейчас 6 миллионов а вложено 6 152 тысячи что здесь произошло во первых новый займ агентство фронтирс и во вторых продажи паёв по инкарентал сейчас я покажу эти сделки почему я продал по и 151 пай это там одна восьмая примерно получилось потому что их цена просто заоблачная они там вот по 1960 рублей хотя там даже на сайте написано что рыночная цена пая значительно превышает его реальную стоимость причем то что дефицит просто на рынке индустриальной недвижимости паёв и я решил немножко зафиксировать прибыль потому что доходность и не меняется она там какая-то есть ну между десятью и пятнадцать процентов ну между 10 10 и 20 вот так я бы сказал например 14 15 дают годовых но сам паевый раз очень сильно я решил немножко зафиксировать и вот на 295 тысяч я их распродал и новый займ агентство фронтирс это компания которая занимается кофейнями 300 тысяч рублей 16 февраля я выдал еще пока первых платежей я не получил но потому что еще и не настало 16 марта все впереди ну и вот можно посмотреть на график конечно поражает воображение и любой индекс конечно обгоняет не с невероятной скоростью а теперь время посмотреть что у нас происходит в личном кабинете джет лэнд теперь заходим в личный кабинет джет лэнд вот общая сумма 2545 тысяч и напомню что вкладывал до с половиной миллиона доход я получил 538 тысяч это 74 процента за все время а за последний год вот они почти 17 процентов я заработал и 328 тысяч рублей уже получил на свой счет ну видим что очень стабильно все растет по сравнению и с акциями с облигациями совсем чем угодно на самое интересное что мне стал помогать менеджер повышать диверсификацию портфеля сейчас я покажу как выглядит диверсификация вот они эти кубе во-первых да средний займ всего лишь 0.46 сотых то есть меньше чем полпроцента средний займ и компании 367 вот они по кубикам распределены вот эти самые большие кубики хорошо бы еще диверсифицировать мне позвонил менеджер а менеджер у вас появляется если вы переходите на премиум тариф то есть вкладываете полтора миллиона рублей и он мне посоветовал увеличить диверсификацию таким образом продать часть займов на вторичном рынке я два займа сам продал дальше он не стал помогать совершенно бесплатно причем вот выставил 30 одну заявку они постепенно продаются то есть какие-то люди другие инвесторы приходят и покупают и тем самым у меня увеличивается диверсификация то есть вот эти большие кубики они становятся чуть меньше соответственно риск еще сильнее размазывается по многим многим компаниям займом теперь я хочу показать статистику платформы и здесь есть хорошая новость jet land по итогам января вышел на первое место среди всех коралл ленинговых платформ ну и общая статистика вот выдана 5,47 соток почти пять с половиной миллиардов рублей почти 50 тысяч инвесторов скоро будем праздновать 45 тысяч заемщиков за год средняя ставка 20,12 процента и дефолтность мы видим падает 1,35 то есть можно jet land поздравить с прекрасными результатами за последний год а теперь вкусное добавление в наш портфель это виски макмюра стьяр на рок вот здесь супер крутая коробка вот она полная бутылочка крепостью так здесь кстати есть и год розлива это 21 год крепость здесь на 46 1 стерн рок переводится а здесь вот они веточки можжевельника можжевельника веточки сюда добавлены от этого такая характерная сладость и пряность добавляется стьяр на рок переводится как звездный дым по моему со шведского языка ведь как заговорил по-шведски самое интересное что меня вот он есть на дегустацию стоит не скоро запишу на личном канале как я его испробую ну ты ведь я уже здесь бутылочка почти испробовал но еще даже по моему на шахматах не рассказывал вообще думаю что он конечно же отделять от бухла так вот она на сайте продавца стоит 11 385 рублей я ее взял со скидкой эту бутылочку и чему очень дико рад вот за 8350 рублей весь портфель но весь портфель конечно виски у нас уже солидно 142000 вложено думаю до 250 надо доводить конечно ну и здесь вы все уже понимаете что доходности космической из того что я просто беру со скидки а вказывают цены розничные ну и что ж кто мне запретит так с монетами самое главное это конечно хорошая новость вот эти вот 10 рублей я рассказывал в прошлый раз про них которые получили мы шесть 4 удачно удачный great 10 рублей 1899 года а.г. у них на аукционе прошла цена 80 тысяч рублей а я покупал за 49 за 49 и прекрасная эта новость теперь добавление вот добавление это у нас 1 рубль 1924 года я купил за 10 рублей сейчас поближе придвину я не буду вынимать пакет потому что у меня руки жирные ну и сами тоже жирный вот надеюсь вы рассмотрели и теперь так где наш портфель вот наш портфель вот и вот проход 80 тысяч я сюда отметил что 10 рублей нас дико подорожали и вот последний покупку тоже внес это на здесь еще я на самом деле уже буквально вот пару дней назад сделал дорогой а почти наверное самый даже дорогую покупку очень хорошем состоянии купил одну монетку но об этом я расскажу лишь в следующем выпуске портфель им пока я вот вложен 40000 я хочу вложить 500 и посмотреть что с этим портфелем будет так что буду там сейчас большая покупка будет и потом еще понемногу буду какие-то монеты добавлять не очень дорогие посмотрим что будет дальше происходить но пока вот кстати вот даже видно здесь помогает что какие-то подорожали какие-то подешевели но в целом доходность насколько 15 годовых получается я доходности такой доволен так ну вот замечательное добавление в нашу коллекцию лего огромная огромнейшая коробка которая взял со скидкой это великая пирамида гизы вот она гремит очень призывно тяжеленная сколько там так дайте-ка поглядим 1476 деталей 18 плюс кстати говоря как и многое в наших передачах и я сейчас покажу сколько она стоит так вот она стоит сейчас 11 899 рублей вот здесь крупнее такое чудесный совершенно чудесный набор чего здесь только нет но приятно как-то мужик здесь еще приятно приятнее всего сейчас мы заглянем в наши сделки вот весь портфель из лего и вот последняя сделка я ее купил за скидкой за 10 тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей и тот же через буквально полтора месяца получил дичайший прирост вообще сейчас начинает думать насчет этого портфеля он медленноват наполняется проблема в том что конструктор занимает очень много места сейчас наверное я начну искать что-то более редкое на авито может быть ну посоветуйте на самом деле где найти потому что это вот сейчас большая проблема хочется покупать что-то не очень большое но при этом достаточно ценное и чтобы росло в будущем ну с прицелом лет на 10 вот какие-то редкие такие конструкторы или миниатюры я и собираюсь дальше искать потому что мне кажется вот какие-то акции сейчас уже достаточно бессмысленные потому что ну во первых все стало просто тупо дороже не привозят у нас народ не народ очень магазин народ привозит магазин не привозит лего так что жду вашего совета где взять хорошие интересные наборы которые в наш портфель добавится с большим смыслом ну и закончим мы наш выпуск замечательными добавлениями в коллекцию мтг это у нас карточки магии ура это бустера кстати ну их не так много и это не дисплей тоже дисплей слишком дорогие хотя я на самом деле подумал может быть проще покупать как раз запечатанный дисплей но их не так уж много в наличии и так это у нас бустер из 15 карт 13 года база выпуск 13 года вот они вот это у нас 4 таких 24 бустера unstable это у нас семнадцатый год по моему дайте глянда семнадцатый год вот они вот они вот они и это у нас горизонты модерна тоже 4 бустера не так уж много но это 19 но хотя сколько в апреле девяносто года как раз и исполняется четыре года этому изданию вот так что у нас по деньгам сейчас я скажу но я даже сейчас переведу на портфель и вы увидите что корр эдишн а подождите точно датике сделки это предыдущие этого проекта рассказывал так он стей был по 500 рублей 4 бустера так горизонты модерна по 550 рублей они самые дорогие у нас до получились и 2 быстро 13 года не по 1000 рублей может быть стоило побольше что я вообще понял насчет мтг что у нас цены совершенно заоблачные и ну это серьезная проблема почему потому что нет смысла покупать что-то долгосрока потому что ну уже уже наценкой тактиповые многие очень особенно английские здания они стоят полтора раз дороже чем на ebay и смысл делать портфель из таких вот странных вложений я не знаю короче говоря я пришел к выводу что надо покупать запечатанные густера и дисплей на русском языке может быть тогда они что-то еще как-то буду стоить потому что к тому же на русском языке пока у нас печать прекратилась я думал лет на 10 ближайшие вот но в любом случае буду рад и выслушать ваш совет не если вас есть какие-то интересные карты там дуалки какие-то но что-то старое может быть что-то в коллекцию я бы тоже но не в коллектор портфель я бы тоже взял ну и на этом мы наш обзор портфель и заканчиваем до скорой встречи